Снижение возраста выхода на пенсию и в целом пенсионная реформа сегодня основная тема для обсуждения как среди населения края, так и в политических кругах и среди представителей бизнеса. Напомним, накануне президент России предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63, а также наказывать работодателей, которые увольняют пожилых сотрудников. Председатель комитета по социальной политике КЗС Татьяна Ильиченко назвала речь президента аргументированной и взвешенной. Не только наказание для работодателей, а именно и особые преференции для тех работодателей, у кого работают люди предпенсионного возраста, в том числе это снижение страховых взносов. И президент вчера поручил органам исполнительной власти разработать механизмы именно стимулирования работодателей, чтобы работодатели тоже не оказались загнаны в угол. Политик пришла к такому выводу, так как услышала предложения, которые разрабатывали законотворцы в разных регионах страны. В частности, на Алтае рабочую группу возглавляла сама Ильиченко. И одно из наших предложений – временной шаг, с которым бы повышался пенсионный возраст по полгода ежегодно. Кроме того, краевые депутаты предлагали учитывать специфику регионов и делать послабление отдельным категориям граждан, например, у нас, тем, кто занят в сельском хозяйстве. Это Путин обозначил в своем заявлении и предложил внести в подобные категории многодетные семьи. Татьяна Ильиченко советует не акцентировать внимание лишь на мерах наказания работодателей за увольнение пожилых сотрудников, поскольку работа над законом продолжается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!